...кризиса, тема совещания Владимира Путина с постоянными членами Совета Безопасности. Также обсуждался ряд социальных и экономических проблем в России. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. А в Генштабе сегодня обнародовали новые данные о действиях российской авиагруппировки в Сирии. С начала операции совершено 5240 боевых вылетов. Среди главных целей наших летчиков нефтебазы и места добычи под контрольный ИГИЛ, группировки запрещены во многих странах, в том числе в нашей. Как отметил представитель Минобороны, благодаря точным ударам боевики лишились значительной части доходов от нелегальной торговли с сырьем. Но они пытаются искать новые маршруты контрабанды нефти в Турцию. Космическая разведка их установила. В квадрате А на турецкой стороне находятся 3850 бензовозов и больше грузных автомобилей. 200 из них движутся в направлении иракской границы. Остальные сосредоточены на стоянках. В квадрате Б, в непосредственной близости от границы, отмечается 1660 бензовозов и фур. Из них на иракской территории 980 автомобилей, 680 на территории Турции. В квадрате В сосредоточены 4905 бензовозов. В квадрате Г 1360 автомашин, ожидающих пересечения границы. За последнюю неделю было уничтожено 37 объектов по добыче и переработке нефти, используемых террористами. А также 17 колонн наливников, перевозивших нефтепродукты. Есть и новые данные об успехах наземной операции, которую при нашей поддержке с воздуха ведут сирийские войска. За неделю освобождены 5 населенных пунктов провинции Алеппо. В юго-восточном управлении армия движется на Эдлиб. Освобождается провинция Латакия. Под Дамаском бандиты находятся в плотном кольце правительственных войск. Главари ИГИЛ разрешили своим боевикам изымать органы у пленников. Это следует из документа, попавшего в руки американским спецслужбам. Извлечение органов у живых людей позволяется, цитата, для спасения жизни мусульман. Смерть пленника при этом не карается. Решение, о котором стало известно только сейчас, принято год назад. Применялось ли оно с тех пор на практике, точно неизвестно. Однако руководство Ирака утверждает, что знает о подобных случаях, причем органы у заложников изымались на продажу.